Всем здравия! Уфа, Кострома. Привет, брат! Вологда. Здравствуйте, здравствуйте. Московская Курган. Опять Московская Челябинск. Почему-то меня больше всех знают в Челябинске, я ничего понять не могу. Знали мне еще до того, как я туда ездил с лекциями и в гости. Так, Казахстан, Павлодар. Так, смотрим. Весной верхушку взял на черенок, на прививку, у груши полштамба засохла. Так, еще раз, черенок на прививку, у груши полштамба засохла, был тоже. Весной верхушку взял на черенок. Верхушку на черенок брать нельзя. Но мы это проходили. Так, и награда на месте. Свинина Архангельская на месте. Как-то без вас уже скучно было бы. Так, теперь по поводу черенков. Вот адрес, видите? Нажали и вперед. Я, Антон Валерьевич, я извиняюсь, я сегодня там наработался так, что приехал, я вам не высылал свежий каталог, где там добавил черенков. Там и мелба, там и это самое. Ну, эти друзья, как хотите, ну, несколько сортов потерянной берки. А мне плохих не водится. Теоретически, из там 20 сортов может какой-то заврядный один попасть, хотя вряд ли их негде взять. Мне иногда говорят, а вы меня не обманете, вы мне пришлете, что-то несъедобное. Я же говорю, да ради бога, я бы вам прислал, да с удовольствием, где взять-то эти-то несъедобные. Вот, в общем, беда-то, что я не могу обмануть при всем желании. Хотел, но не получается. Так и тут. А и тут получается так. Медовая. Хожу вокруг дерева, прекрасное дерево, нарезанный десяток черенков. Ничего про него не знаю. А его узнавать-то поздно. Может быть, приехал сразу за вебина. Вот, прошу прощения, Антон Валерьевич, я к тому, что я завтра вам пришлю, там список увеличу. Это один из примеров. Я так уже в отчаянии взял и написал. Яблоню, ассорти. И давай из тех деревьев, которые, представляете, ураганный ветер, бирки на земле валяются. Как? Ничего понять не могу. Вроде нормально приматывал. И попробую угадать. Их все на дорожку аж вынесло, эти бирки. А деревья перспективные. Можно сразу нарваться. Вот такое чудо. Ну, для этого надо иметь характер. Вот. И каждому это не дано. А некоторым дано. То есть, помните разговор? А можно ли я пойду в лес и там наприваю? Я говорю, да, можно, наприваете, замаскируете. Но только почки лопнули, выкапываете и домой. Получается, сразу первый, первичный отбор же там. Если мёртвый, зачем? А там она растёт на месте. Максимальная приживаемость, когда она на месте, когда не трогнули ещё саженец подвой. Привили, пошли, почки лопнули, зазеленели, быстренько пересаживаете. Вот это мой вариант. Я когда так и начинал. И вот для этого вам нужно что? Не бояться вот этих, даже которые без бирок. Наоборот, ещё интереснее. Так, Зоя, привет. Так. Привет. Что делать? Сеянис. Абрикоса плодоносит два года. Цветёт обильно. На плодов между 10%. Ну, вы говорите, сеянис. Но он если один, так и должен быть. Вот. Он так и должен быть, если он сеянис один. А если там рядом соседи, они должны друг друга опылять. Ну, это же элементарно. Может быть, ещё какие-то другие причины быть. Бывает, что Абрикоса настолько капризен, что у него, ну, у него когда начинает гнить корневая шейка, у него снабжение прекращается, он ещё по инерции плодоносит, хочет дать урожай, хочет продлить рот, а уже завязываться нечем. То есть, вторая причина – это гнивение корневой шейки, которое не так заметно. А что касается… Или он один, некому опылить. Так. Правильно совет даёт виноградов. Можно и так. Андрей снова. Привет, одна ветка, с ней всё в порядке. Так, ну, мне вот это непонятно. Привет, одна ветка. Это, получается, на сеянце, да? С ней всё в порядке. Всё равно мало. О, молодец, Алексей. Знаете, ещё другой сорт? Так, хотелось бы узнать мнение ВК. Ну, в принципе, я уже сказал. Я согласен с виноградовым. Надо несколько сортов. Но лучше посадить ещё рядом деревья. Так, перевела на вашу сберкассу тысячу или десять тысяч. В качестве благотворительной помощи на операцию. Нет. Вот, значит, Елена Парина, я вышлю обратно. Я прошу только покупать не ради меня, а ради того, ради будущего. Ради того, чтобы у нас сады были. Вот на это и к этому клоню. А я просто... Был такой момент, да, помните, я говорю, гордо. Я ни одной черенка не срежу с этого сада. Третий сад, он отдельно получается. А там получается как? Соседи ничего не... С одной стороны, заброшенный сад, который 30 лет без хозяина. С другой стороны, не продаёт мне землю. А у него там бурьян растёт. Вот. С третьей стороны, продаёт уже несколько лет, тоже бурьян растёт. С четвёртой стороны, дорога. И некому калечить. То есть, никакая болезнь не переносит. Ну, нету ничего рядом. И вот они это. А тут, здрасте, сунулся. Вот, ладно. Елена, только вам рассказываю. Поймите правильно, я человек гордый. Я вам деньги обратно отошлю. Я сейчас не об этом. И сказал отошлю, значит отошлю. Потому что, поверьте мне, я это... И жалеть не буду. Вот. Приезжаю. Приезжайте, всё будет нормально. Это 1300 отдадите. Там вас посмотрят. Есть одна нога 6000, вторая 6000. А уезжал оттуда с договором на 100 тысяч. Ну, так, 98. Ну, не считайте, ещё 11 поездок. Тоже недешёвых. Это Абакан. Вот это, поэтому я просто оправдываюсь. Я был вынужден, чтобы меня болтуном не считали. Не то, что я не это. Я бы мог зимой всё это продать. Уже сколько мне отказал. Мелба суперсорт. Сколько мне отказал. Жигулёвская суперсорт. А они уже в Сибири по 30-40 лет. Им уже всё по барабану. Все эти морозы. А вкус-то какой. А этот Голден, это вообще-то сказка эта. А груша эта 500-граммовая. Это гигант Подмосковья. Ну, ладно, как обычно. Чем крупнее, тем не вкуснее. Я же вырубил у себя яблоню, которая до 650 лет фотография. Старая-старая. 650 грамм. Представляете себе яблочко. Оно несъедобное оказалось. Вот так. А здесь огромные яблоки. Что Голден, яблоня, что груша, гирян, Подмосковья. И то, и то. Самые крупные за 500 грамм. Так они ещё и вкусные невероятно. Этого не может быть. Представляете, как пополнилась моя копилка. У меня же не так много сортов. Нигде места-то нет. Но это же не просто сорта. Это элита. Жизнь заставила. Нарезала. Закапывает полиэтилен. Пакеты с мусором. Большая глупость. Они никогда не сгниют. Дело в том, что глупость в том смысле, что не сгниют. То есть, вы считаете, я же не сказал, что всё сгниёт. Останутся там и полиэтилен, и это самое, и стекло. Понимаете, есть такое понятие. Пахотный слой. Я сейчас докажу, что я не глупый. Вот. Пахотный слой. Например, идёт там это самое. Плуг, да. И впивается на 20-30, сколько там сантиметров. Я точно не знаю никак. Я трактор освоил Т-40. Но какой был плуг, такой и был. Я не считал глубину. Вот. Всё, что под ним, это навсегда. Вот. Закопали на миллионы лет вперёд. Вот. И из того, что закопали, может быть, кроме полиэтилена и стекла, а это от объёма, это примерно 98%. Это всё, как это назвать, это всё благородие почвы. Это всё самое важное для почвы. Это вся система, часть таблицы Менделея. Вот что. А тот, кто отдал машину, он считает, что всё. А если спасли, в Архангельскую область едите, там спецназ стоит, знаете почему? Чтобы людей заткнули и всё. Вы знаете об этом, нет? У нас же всё, всех позатыкали. Правду-то никто не знает. Вы что думаете, если вы, допустим, вот, Александр, вы живёте, например, в Москве, вы когда несколько кубов за год мусора отвезёте, вы считаете, что вы спасли планету? Вы загадили её? Потому что всё, вы плодородие почвы пропускаете через себя, а плюс к тому же бумага, я уже элементарные вещи говорю, бумага, стеклянные банки, эти самые, ну, там чё только нет. И всё это можно превратить в компост. Ну, в крайнем случае, это самый простой способ, потому что у нас такая страна, что, ну, в крайнем случае, ну, с бутылочки отдельно, полиэтилен отдельно, и в этом пакете, а это только ещё 2% от того, что вы создаёте эти отходы. Вот, пожалуйста, остальное, оно обязано вернуться в почву. Бумага обязана вернуться, железки обязаны вернуться, всё, всё, что гниёт и всё, что корродирует. Вот теперь скажите, дураки или нет? Раз я с вами большой глупый, значит я дурак. Почву надо вернуть, а не мусоросжигательные заводы. Так, ну, теперь идёт, Елена, за кого-то вступи, прижигание, ты получаешь, вернее, всё, дексе. Ну, правильно, Елена. Ну, мы с вами дураки, ладно. Так. Так, так, так. Корни умные, они обойдут. Кстати, полиэтилен и корни упрутся в мешки. Не, они обойдут, правильно Елена говорит. Вот, а мешки, полиэтилен, они же это. Я же не сказал, может, я виноват. Вот, перестаньте мне за руку встать. Я сейчас скажу, что я протыкаю их вилами. Так. Боковые корни может обойдут, центральный может пропадёт. Затем дерево всё не начнёт. И вы видите, вы на них сейчас, мы это смотрели. Вон, кладку несколько метров, корни, эту кирпичную кладку, старинную, насквозь прошли. Помните фотографии? Мне её прислал Павел Троценко. И цены нет этой фотографии. Вот. И дерево не начнёт сохнуть, потому что центральный корень никогда упрётся, бок обойдёт, вот так, и вот так, как угодно, но он всё равно пойдёт вниз. Это его, это, дела. Так, Марина, если с колновидной яблони взять черенок и привидно, подвое, что получится? Получится колновидная. Я проходил, у меня все колновидки привитые. Вот. Она и получится колновидная. Другое дело, что я все колновидные яблони, считаю псевдо-колновидные. Их возможность плодоносить, с помощью кольчатки и почек только на центральном штамбе, это страшнейшая ошибка. Год, два, три всё. Почему? Потому что плодушки умирают, полоносит год, два, три, и умирают навсегда. А взамен нужны ветки, которые я называю ветки замещения. То есть, какие-то почки, вольно-невольно, если даже дерево не трогать, если даже... А способствуют верхушные почки, они для России, для Сибири не годятся, даже для средней России колновидки. У них никогда не успевают вызвать верхушные почки. Получается, она обязательно гибнет. Только тут же стимул выдать боковые ветки. А те, кому надо продать колновидки вам, впарить, они лучше, я вам показывал же выше, отрезать эти боковые ветки. Вот и всё. Что является глупостью, потому что рано или поздно колновидка становится обычным карликовым деревом. Она, в принципе, ничего особенного нет. Просто там между узелем ближе, и на какой-то момент она может дать яблок даже больше, чем листьев. Но это один год такой, а потом всё станет на место. Или это пресмертный урожай. Не будет боковых веток, будете отрезать, как вас учат псевдоспециалисты. Значит, останетесь без этого. Чем больше ран, тем меньше морозостойкость. И в никаких 15 годах. Крайний юг я не беру. У нас там, единицы из нас на юге живут. Не пора ли сеять косточки? Погода майская. Вот именно. А в мае ударит мороз. Если в марте майская, значит, в мае будет мартовская. Это я вам говорю. Значит, сейчас я коротко скажу. Смотритель правил. Земля холодная. Они, чем больше они в холодной земле лежат, они не всходят. Казалось бы, ничего особенного. Ведь часть из них ещё и с осени могли бы быть. Также там. Но мыши любят, они под весом так и голодают. Нюх хороший. Выкопают, сидят. Вы даже не заметите, что их там нет. А потом будете говорить, не взошло. Поэтому мы вынуждены, что? Подождать тепла. Что такое тепло? Тепло – это сокодвижение. Так, начало сокодвижения, не конец. И первая зелень только появилась. Это значит, что такое трава? Это то же самое растение. Она проснулась. Всё. Значит, пора и косточки просыпаться. Вот в этот момент желательно садить. Но природа настолько обманчива, я не могу угадать, вы не можете угадать. Вот она майская погода. Сегодня высадили. Оказывается, прекрасно растут. И апрель растут. И в мае нет никакого мороза. Всё хорошо. Это один год. А следующий год – бах! Только зазеленели. И заморозки, или морозы погибли. Как я могу сказать, что будет в апреле, в мае? Вот. Я в таких случаях сегодня один из вас подтвердил. Что я сказал? Вот. И класть я сюда две корзины. Одни пораньше, другие попозже. Или там, или там повезёт. Но не будет в одном случае. Вот. Или, допустим, половина погибла, которая него, рано посадили. Или наоборот, эти будут самые лучшие, рано посаженные, развиваться. А затем могут даже пропустить и не взойти. Знаете, что они пропускаются в сезон посадки, в сезон просыпания в природе. И они могут просто не взойти до следующего года. А опоздали. Значит, две корзины, уж половина-то всегда взойдёт. Или та в половину, или это, или надеюсь, обе. Но чтобы обе не взошли, уже не будет. Так. Нижним плюс 20. Ой. В среду минус 4. Ну, вот видите. Сегодня плюс 20. Завтра сверху. Так. Сажаю-ка картошку. Правильно, примерно. В холодильнике холоднее. Так, холоднее, зато безопаснее. Что тут скажешь? Так. Теперь. Я сей осенью сходит прекрасно. Понимаете, в чём дело? Вот, допустим, я очень уважаю человека, который живёт на Урале. Ну, фамильный человек, в случае, говорить не буду. Он всегда сеет косточки осенью, они всегда сеют весной. И он этот способ пропагандирует для всей России. Но, извините, у меня каждый год находится несколько человек, которые посеют осенью, а весной ни одного схода нет. А потом они обращаются ко мне, а я говорю, а я что поговорил? Я говорю, лучше перестраховаться. Почему? Потому что, если у вас, Александр, они каждый год с приказом сходят, то в других местах они могут не сходить. Для этого есть несколько причин. Но, начинать сначала с 73 вебинара мы пока не будем. А, кстати, Алексей, спасибо, Александр, подсказали. Про клюнушие, вот, когда я высылаю, а сейчас самое время для высылки, вы получаете, сегодня был звонок, я спросил, всех распаковал, ни одного с ним не взошло, то есть, еще не поздно. Так, и он говорит, что делать? Я говорю, то, что сейчас, пусть еще туда полежат в холодильнике, тепла настоящего ждут. Вот как мыши их любят. Беда моих, моя технология в том, что, сажая они глубоко, мы отдаем их на растерзание мышей. Посадишь глубоко, они погибнут потом. Посадишь мелко, могут не взойти, потому что, сухо, не хватает влаги, разорвать этот самый. То есть, мы могли посадить, две недели нет дождя, сухая корочка, там вот столько всего земли, вот, а и не с чего сходить-то, и без влаги не взойдет. Вот. И получается, что нет неоднозначной технологии. Вот в одном месте, как тот знаменитый садовод, который с Урала, мой гостевой, как бы сказать, высказывал свое мнение. А у меня каждый год сходит. Ну, вот у него каждый год сходит. Но сколько людей не взошло, ни одной. Поэтому все-таки гарантия не полная, но безопаснее, чтобы она, зима прожила в этом, в холодильнике. Часть зимы в сухом виде, часть мокром. Вот. Я этому, все-таки, много лет этим занимался. Я все перепробовал. А проклюнувшиеся, да, если уже следите за ними, а проклюнувшиеся, то это же практически гарантия. Потому что уже пойдет расти. И к тому времени, и чуть подождать, мыши уже наедятся свежей зелени, и они уже не так кидаются. Они на кору саженцев кидаются, и на эти, на семена не так кидаются. Так. Так, что тут дальше? Гришонин. Сегодня весь день делал привык, только приехал. Антону благодарю за ленту. Очень удобно. Да, очень удобно. Вот. Я уже тоже Антону благодарю. Я и торгую. Я уже пакетик себе приготовил. Я завтра начинаю прививки. Мне надо успеть до операции. Так. А, кстати, я живу в Хакасии, а сад находится напротив, через Енисея, но это за границей, да, в России. что вы думаете, как мне кислород перекроют? Хорошо мне срезиновая лодка. Придется как в молодости. Напрямую через Енисеи не бросишь сад и город не бросишь. Столько внуков себе развел, вот, которым меня дедом называют. Зима была аномальная, ни одна абрикоса не выпрела. Странно очень. И здорово. Если бы выпрела, было бы не странно, а странно, что не выпрела. Ну и ну. Вот так и живем. Вот так и живем. Вот. Это, знаете, я в таком случае сразу сказал слово с полом на ключевой анекдот. Значит, сидят, компания мужиков пьют, пьют без это самое, без пробудно. А жена одного из них, которая стол накрыла, ходит кругами, мотает нервы, мотает, 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 надоело все. Пропадил все пропадом, все потом подходит, плюнула, говорит, налейте мне. И налили, она выпила, говорит, фу, какая гадость. А вот так и мучаемся. Поняли, да? Вот так мы и мучаемся. Вот. У меня они не выпривают, вы видели, почему не выпривают. Как использовать шампунь с перметрином от Ли? Вы на прошлом вебинаре говорили. Да, от собак, от блох, чистотил называется, есть в аптеках. Пол колбачка, насекалку воды с пульверизатором. Спасибо. Мотайте на ос, на то и наш вебинар. Я, допустим, этого не знал, но меня часто спрашивают, что вы используете. Я говорю, таблетка отказался, типа, энтовира. Предпочитаю ампулу, инструкция, в ней перечисляется то, то, то и для. а там написано, развод на 5 литров или на 10 литров. Ну, в инструкции четко написано, или 5, или 10. Разбиваю ампулу, беру ее, а я разбить целая проблема. Я беру ее в это самое, как он, пассатижи, под воду сую, чтобы осколки не летели в лицо. Раздавливаю там и размешал. И только одно дерево, и то, не важно, не самое ценное. И только увидев, что я не угробил это дерево, потому что, вы знаете, мне такого не было, или мне везет. Но я несколько раз получал письма, говорю, ты обрискался, а тут же сдох. Ну, не прям в смысле сдох, а листья пожелтели и облетели. Что им подсовывают? Поэтому я так аккуратно говорю, аккуратненько говорю, вначале пробуйте на одном дереве, что бы это ни было. Так, Игорь, спасибо. Так, говори, перелом, елки-палки, не на. Так, косточки. Во! Давайте так. Что же мне делать-то? Я, вы перевод, а, Елена Апарина, не возвращайте. У меня есть два пути. Во-первых, Лена, у меня есть запас сухих семян. Возьмите вы на это самое, поделитесь со всеми. Ну, если я на эту сумму, семена вышли, это же здорово. Пусть они будут сухие, на следующие годы. Вы их сохраните. На следующий год, может, меня не будет, мало ли чего. Я ведь не шучу, у меня отцу, это самое, кончились у меня в те же признаки гангрена, ему ногу отпилили, он умер. Так, вот. А я к чему говорю? Может, меня не будет, а у вас будет запас семян на 10 тысяч рублей. Ну, и мне на душе чисто, ведь я же, получается, не, 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 не выпросил деньги, я, получается, рассчитался полна. Вот. 10 тысяч рублей, вот посчитаю, это сколько, со скидкой это, по-моему, 500 что ли, косточек. Это гигантское богатство. А у вас, родственники, друзья, все, а вы их научите. И в вашем районе появится несколько прекрасных садов. Ну, пожалуйста, соглашайтесь. И Нина Селивановна, я вас тоже прошу. Вы же кончики выписали. Давайте на следующий год. У меня же, этих-то уже окончается, сальфицировано. Я вам сухих вышел на тысячу рублей. А? Ну, пожалуйста. Я потом с вами, я надеюсь, по фамилии найду ваши письма. Отдельно свяжусь. еще нет. Ну, в общем, я вас прошу. Так. На моей жизни уровень почвы. Вот. Наверное, 10 тысяч заказать косточки. Ой. Так, я что-то пропустил. Ну-ка. Расскажите, нужно заниматься привыкой насаженца. Можно ли укоренить черенки? Так. Очень сложный вопрос. Боже мой. Давайте на следующий семинар, Если как на все говорите, до утра слушать будете. или отключите. Я постараюсь не забыть. Вот. Может быть, кто-то мне, или вы, или Антон Валяевич, мне еще просто обвое электронное письмо, что надо. Я могу забыть, у меня голова так устроена. Вот. Насчет укоренения черенкова. Что может? Что нельзя? Все расскажу. Хорошо? Ну, это будет следующий вебинар. Так. Елена Апальевна. Какие деревья растут, лесу, дубы, сосны, берет вообще, если... Кстати сказать, вопрос действительно по существу. Садите, на холмы, гряды, ищите подвой. Так. Да, я же могу не обязательно абрикосы высыть. И давайте так. Ах, жалко, у меня косточки венгеров закончились. Вот бы к нам все абрикосы было высылать. А вишни? Вишни не боятся ничего. А у меня какие вишни? Войлочные, кустарные. Может, уговорил вас и Елену, и это самое, и Нину. Вот. Может, уговорил, да вышли вам побольше. Могу с сырыми, вишни полно у меня сейчас флифицировано. Слив, а на них приведите абрикосы. Ну, придется небольшое. Вот на терн, получилось же у этого персики. Ну, тот же принцип. Ну, короче, надо заканчивать разговор. Давайте так. Список сортов саженцев. Да, есть у него список сортов, но надо напрямую связываться. Так. Колновидная может спускать еще подвое? Нет, нежелательно. Дело в том, что подвой, главное, подвое, пускай прав, не прав, Мичурин, который говорил, что подставка на хладостой, подставка, это его термины, подставка на хладостойке подвое, не увеличит морозостойкость приводит. Вот. Я с этим не согласен. Но, раз я не согласен, значит, колновидная яблоня, у них даже верхушки отмерзают, настолько они слабее с середним Антоновых, слабее Пипинов, слабее Синапов, ну, вот таких вот крепеньких таких середнячков, да, вот, настолько уступают, что у них даже верхушки замерзают. Они поэтому это, все, кто занимается их среждением, они потом и говорят в отчаянии или с хитрости, давайте отрезайте, отрезайте, боковые, вот, и у вас будет колонна, искалеть все дерево, а так получается верхушка отмерзла и пошли боковые ветки, и нет, все это псевдоколонны, тогда, а в качестве подвоя, вот, ну, не вижу смысла, это только на юге, и потом, ну, что вы добьетесь этим? В лесу мало этих самых, как, или где-то там питомников, сеянцев, мало этих, корневых отводков, корневых отводков, в многом еще лучше, вот возьмите, допустим, там вот, мы сейчас говорили, что близко к грунтовой воде, да, сливы, корни неглубокие, они дают отводки, и не лезут вниз, эти самые, вишни тоже, вот, яблони сибирки, тоже, так что подумайте еще, лишний раз говорю, а колонны, оставьте их в покое, в качестве подвоя не используйте, нет, все можно, если захотеть, ну, такого особого смысла нет, в соседнем лесу, растетцовство березы, земля, непробиваемая глина, да, непробиваемая глина, ну, и Лена, вы загадкой загадали, давайте тогда по двое, пусть будут сливы, вишни, вот, это из того, что у меня есть, а потом, это, они не полезут глубоко, а потом, что угодно на них делать, я все равно хочу вам 10 тысяч, высыпать, в виде семян, Чернобаев, все, косики прикопал, в саду, на всех лопатах, просили все косики, значит, способ этот, да, Чернобаев мне рассказывал, а я вам, значит, ямку выкопал, высыпал туда, закопал, вот, это еще не посадка, но, своеобразная, это, самое, своеобразная сертификация, весной, готов к посадке, выкопал и рассадил, вот, по-моему, про персики, они самые трудные, на всходе, по-моему, 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 по персиках, а насчет стоить, не стоить, сейчас говорю, обязательно, если это еще один способ, мы спорили, осенью или весной, садифицировать, естественным путем, или в холодильнике, будем, назовем это третий способ, такой промежуточный, три корзины с яйцами, так, нормальная земля, береза растет, сосны растут, замечательно, в глине нет ничего, плохого, ну, она, пишет, непробиваемая, черт его знает, скорее всего, знаете как, глина, на первом этапе глина, потом, как-то, дерево, и даже, глина перерабатывает, корнями, так, теперь, сверху, дерево, милая, еще этого не хватает, в Болгарии, можно получить косточки, только это, вот, здрасте, а, если есть болгары, братушки, то, это, видимо, женщина, как же вас, сестернкой назвать, так, наверное, только через, нет, вряд ли я смогу отправить, мне, как говорили иногда, они же, многое сами не знают, ну, отправляйте, задержатся, может задержат, вот так говорят почтовики, это же косточки, живое, это же не это, не гвозди, вот, не знаю я, и лучше найти промежущеный вариант, вот, как я отправлял, этот самый, допустим, идут до Выборга, идут там, допустим, мои косточки, почти до границы с Латвией, с Эстонией, а как там дальше, сами, каким-то образом, через знакомых, тут подруга с этой стороны, вторая с той стороны, и ничего, как-то обходят эту, вот, на волосы вишню пойдет персик, вырастить, с косточки приведет, ну, тоже хороший совет, мы об этом уже, не раз говорили, так, кипело, получил вашу посылку скользкой, поместили в банк, поставили в холодильник, надо ли их проветривать, как часто, их уже скоро высаживать, проветривать не обязательно, главное, чтобы не, это, закрывайте крышкой, так, температура около нуля, и до самого этого держите, если они не проснулись, до самого высадки, у меня водушка загибается, каждый год персики целые, но это что-то странное, водушка для меня, это сорняк, трудно убить, почему же, персики нижнее в сто раз, так, а в этом год плеваю абрикосы, на сенце, о, это уже круто, на сенце персика абрикос, расскажите, что получится, так, что-то еще не кипело, пишет, и будем заканчивать, температура, плюс два с половиной, годится, ну что, ребят, заканчивать будем, так, еще раз, это, Елена, я с вами не расстаюсь, и Нина, 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 памяти нет ни черта, Нина, вы где, потом найду, потом найду, мне надо с вами рассчитаться, или возвращаю деньги, или соглашайтесь на семена, на мокрые, на сухие, на какие угодно, все, 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 моя задача была уговорить вас выписать черенки, выписать косточки, вот внизу каталог, вот он, вот он, когда я провожу лекцию, этого не вижу, вот сюда нажимаете, мы с вами, друзья, вот, ну все, друзья, давайте заканчивать, я тут, три митинга провел, сами видели, и про жизнь на земле, откуда взялась, вот, как мы могли застолбить, такие великие открытия, неужели, правда, все купленные эти, все, академики, все, все случайно, как Путин ругал за то, что милиционера академиком назвали, неужели только ради того, чтобы накрыть стол, после избрания, что-то иметь с этого, до свидания, друзья.